Всем привет! Добро пожаловать на канал ProgBlog. Рядом со мной Артин Богданов. Всем привет! Привет, Вика! Спасибо, что пригласила на интервью. На самом деле, я тебя приглашаю уже где-то больше полугода, но ты сегодня соглашался, а теперь наконец-таки созрел. Я этому очень рада, потому что давно хочу поделиться твоим опытом со своими подписчиками. Я думаю, что я озвучу несколько тем, которые мы сегодня поднимем, чтобы просто люди понимали, что видео будет действительно интересным. Во-первых, мы поговорим о твоем бизнесе и о падении этого бизнеса, и о том, как пережить вот этот упадок и как себя находить. Сейчас ты работаешь UI-дизайнером в Adobe, начинаешь новый бизнес и еще учишься в Гарварде на Computer Science, правильно? Да. Такие темы очень интересные, но во всем по порядку. Я предлагаю начать с начала твоего приезда в Америку. Расскажи, как ты сюда попал и самое главное, как ты ориентировался на месте? Вот я знаю, что ты был очень молодой, тебе было там 20-21 год. Что, молодой парень, нужно, чтобы понять, что делать в Америке? Ну, я переехал сюда, потому что у меня мать здесь жила 5 лет. И, если честно, я не до конца понимал всех бенефитов, которые может предложить мне Америка, в частности, Силиконовая долина. Переехал я сюда просто, хотел попробовать. Я был на третьем курсе университета. Первый год я жил с мамой. И я уверен, что многие, кто переехали сюда, не переезжали сами. И самое-самое начало, это самый тяжелый период. А мне повезло. То есть у меня уже было где жить. А дальше как? Понятное дело, что вроде бы как ты живешь с мамой, но ты взрослый самостоятельный парень. Да. Ты явно сидеть на шее у мамы не хотел, я думаю. Да. Что ты начал делать? Изначально я хотел пойти продолжить свое обучение, потому что это было в приоритете. Но так получилось, что первый год я хотел также улучшить свой английский перед этим. Я интенсивно изучал английский. И потом так получилось, что меня затянуло в музыку. У меня, мы с товарищем организовали такой музыкальный бэнд в жанре такого артхаусного хип-хопа. И где-то полтора года я вот этим занимался. А потом через полтора года у меня возникла возможность попробовать открыть стартап. И тоже это как-то получилось рандомно. У меня было два кофаундера, два моих друга, близких на то время. И мы такой организовали стартапик. Потом к нам присоединилось больше людей. Мы сняли дом. И вот после года с копейками я уже переехал в снятый дом, где у нас на втором этаже. Мы из мастер-бэдром сделали наш офис. У нас в офисе поначалу сидело под семи человек. А потом мы сделали возле нашего living room'а, мы сделали такую как студию для видеосъемки, потому что мы делали промоушен через YouTube, в частности. И вот как-то понеслось. Но получилось так, что я не продолжил учебу. Да, давай вот к этому вопросу. Ты сам из Азова, да? Да. И ты там уже поступил, начал учебу. В каком университете какая была твоя специальность? Это был Ростовский экономический университет по специальности экономика, финансов и кредит. И вот ты не заканчиваешь университет, приезжаешь сюда. Да. Получается так, что ты начинаешь свой бизнес. Угу. Можешь рассказать подробнее, в какой области это был бизнес? Как вообще, ты говоришь, так случилось? Как случилось? Что произошло? Почему ты начал этот бизнес? Ну, в данный момент я был очень заряжен. У меня было очень много энергии, мне хотелось ее куда-то направить. И один из моих близких друзей, он работал в компании прибора ночного видения. Это как гагглз, скопы, бинокли и так далее, камеры. Он мне много рассказывал про эту индустрию. Он работал в компании производителя. Она находится в Сан-Франциско. Потом я где-то полгода делал ресерч на нее. То есть я пытался понять индустрию. Он мне предлагал сделать дистрибьюторскую компанию. То есть продавать продукты, которые производит эта компания, в которой он работал. А чтобы зайти в дистрибьюторский маркет, там есть определенные критерии, по которым стоит заходить или не стоит. Это конкуренция, это является ли продукт нишевым или нет. Какой у тебя защитный слой есть, то есть defensibility у твоего бизнеса от больших игроков. Есть ли большие игроки, продукт подходит для e-commerce, то есть для отправки. Все вот эти критерии были изучены. И сама индустрия, почему тоже заинтересовала, потому что она была очень молодая индустрия, очень быстро росла. И получилось так, что бывают молодые индустрии, которые просто растут в своем абсолютно спектрами, а есть индустрии, которые растут за счет поглощения другой индустрии. Понятно, что онлайн-продажи априори сидят оффлайн, но там еще было такое, что ночное видение, также появлялось цифровое ночное видение, и оно замещало приборы простого дневного видения. То есть люди покупали там, допустим, цифровое ночное видение, которое заменяло и дневное, и ночное, и получалось так, что индустрия росла еще из-за таких моментов. И я еще был заряжен на то время, и я решил вот нырнуть и попробовать. И мы открыли вначале онлайн-магазин с одним производителем. То есть мы просто выставили приборы, которые производила вот эта компания, на которой он работал. А потом так по чуть-чуть, как бы мы начали добавлять, 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 но поначалу был очень медленный рост в плане продаж. То есть очень трудно давались продажи. Я ничего не понимал о онлайн-маркетинге. То есть мы просто ничего не знал об этом. И получается, ну в любой, наверное, если ты захочешь в любую индустрию, без каких-то глубоких знаний по ней, у тебя вначале идет процесс тестирования разных методик, чтобы понять, где вот эта экономическая единица, которую ты можешь масштабировать, да, где у тебя там твой маркетинг-канал, на который ты можешь как бы поставить упор, как отправку производить лучше. Ну и не было у нас возвращающихся клиентов. А в e-commerce очень важно иметь возвращающихся клиентов. Потому что бегать каждый раз за новым – это очень дорого. Поэтому ты приобретаешь, а потом ты его же конвертируешь в твоего постоянного клиента. И там уже у тебя маржа растет, потому что у тебя уходят затраты на привлечение клиента и так далее. Пока был медленный рост. У меня два моих партнера, они отделились от компании, то есть им перестало это быть интересно. Ну и так, ну вот прям с надрывом получалось все у нас поначалу. А потом получилось так, что я привлек вначале небольшую инвестицию, но она была очень вовремя, прям нужна была. Я привлек инвестора, он потом был какое-то время CFO компании, потом через него пришли еще люди. и как-то компания начала расти. И она начала расти, вот у нас произошел такой как бы… Кстати, я заранее извиняюсь, у меня будет очень много англоязычных слов. Я знаю, что у тебя аудитория в основном русский. Ну я думаю, что это в любом случае им полезно будет. Да, я надеюсь, что… Новый словарь наращивает. Вы меня не затроллите сильно. Ну и получилось так, что как бы начали приходить новые деньги, и у нас рост начал как бы ускоряться. Много у нас было возвращающихся клиентов, у нас потом появились дилеры, которые через нас закупались. Ну и с каким-то временем произошла такая ситуация, что у нас там уже было 50 поставщиков, были большие поставщики. То есть мы работали с Европой, с Японией, с Америкой. Ну там компании такие, которые вы можете знать, это Nikon, Nikon, да, по-русски? Да, Nikon. Nikon, проектов параллельных, которых мы развивали, потому что одним, одно из самых главных value proposition, то есть ценностей нашей компании, было то, что мы очень удачно автоматизировали вещи. Потому что автоматизация не всегда нужна, но вот мы как-то вот нашли, как ее правильно автоматизировать. Ну расскажи поподробнее об этом моменте. Ну, например, поначалу, допустим, нам, чтобы, допустим, произошла продажа, нам нужно было купить, там иметь на складе инвентурию, да, продукцию, потом ее отправлять. Но мы потом создали скрипты, которые сканировали инвентурию наших поставщиков, поскольку у нас уже было очень много поставщиков. Они просто сканировали инвентурию, сканировали количество определенной продукции и выводили это на фронт-энд. У нас, ну, показывало, сколько в стоке есть, даже если у нас ее не было, да. И в зависимости от наличия инвентурии, так же происходил приоритет в каталоге, приоритет в рекламе на продукты. Получилось так, что у нас там, ну, там, из 200 продуктов, да, выросла инвентурия там около 12 тысяч, больше, чем 12 тысяч. Это были 12 тысяч продуктов, которые мы могли получить покупку и отправить. Когда у тебя средняя закупочная цена, вначале у нас она была очень большая, но потом, когда мы ушли на оборот, она была там 1700 долларов. То есть иметь 12 тысяч продуктов в наличии, которые ты можешь отправить в ниш-маркете, это круто. То есть это, ну, это не прям божественно, но это как бы нормально для вот маленькой компании, в которой мы были. Ну, и так же там происходила автоматизация, допустим, social media. То есть мы оптимизировали свое участие в социальных сетях. Ну, вот мой, в принципе, новый бизнес и возник, да, от этой программы, которую мы написали, будучи в Техазе. Впрочем, вот много такого там. Email-маркетинг, понятно, что мы автоматизировали. Ну, смотри, как бы, как говорится, беда пришла оттуда, откуда не ждали, да? Получается так, что рост идет в гору, вы показываете прекрасные результаты, но в какой-то момент, что происходит, почему компания закрывается? Google выдвинул такое новое правило, что любые, начнем с наших клиентов. Наши клиенты были в основном охотники, ну, природные энтузиасты, то есть там National Geography, они когда делают фотографии там с ночным видением, это тоже как бы... Ну, в основном у нас были охотники, полиция, армия иногда могла возникнуть, ну, большие контракты, да. И Google выдвинул такое как бы правило, что если ты продаешь что-то, если у тебя в магазине продается что-то, что может быть прикреплено каким-то образом к оружию, ты не имеешь права делать рекламу с Google. Когда ты продаешь дорогой продукт, это намеренная покупка. То есть есть разные виды покупки, есть импульсивная, есть намеренная. И вот чем дороже продукт, тем более намеренный. Потому что если, допустим, ты в социальной сети делаешь пост, и человек его первый раз видит, вероятность, что это будет... как бы, ну, вот он кликнул на пост, да, и прошел на твой веб-сайт, и что вот этот путь приведет к конверции очень низкий, потому что люди не готовы тратить большие деньги импульсивно. И поэтому Google, он очень-очень важный элемент привлечения новых клиентов. В нашем случае 90 с чем-то процентов конвертируемого трафика, не всего трафика, а конвертируемого, происходило от Google. И когда Google выпустил это правило, они наш магазин убрали как бы из своей рекламной платформы. И они также это сделали не на все магазины, а на маленькие бизнесы, такие как наш. И, ну, это все потом привело, у нас был суд с Google, он у нас до сих пор идет. Но для компании это было, конечно... Ну, да, ты сказал, что 90% вам привезет. Да, то есть компания не могла жить на тот момент, потому что мы еще как бы, понятно, что когда ты мастабируешь, ты ожидаешь расходы, и ты поэтому увеличиваешь там персонал, увеличиваешь свои расходы по будущим приходящим расходам. И получилось так, что наша компания не могла никак выжить без Google. Мы сделали очень много ошибок, я сделал много ошибок, но вот в вопросе, как я реагировал на то, что произошло с Google. Включительно там, ну, даже суд, там поначалу мы принимали лоуеров, то есть как бы это тоже очень дорого в Америке. Да, это действительно очень дорого. Каковы сейчас прогнозы по суду? Когда ты используешь сервисы больших компаний, обычно как бы доставишь такой чек-марк, когда ты подписываешься, там, terms and conditions, и обычно он очень однобогий, то есть он всегда в пользу компании, которая предоставляет сервис. И, ну, элементы, которые в пользу этой компании, это обычно то, что ты не можешь их судить, там, допустим, в каком-то там другом районе, в котором там твоя компания находится, ты должен их судить там, ну, с Google это будет Santa Clara County, да, то есть ты должен их судить там. Там в Santa Clara County Google, по-моему, ни разу не проигрывал суды. Перед тем, как садить какую-то компанию, там есть еще такие моменты, как легальная теория. То есть ты можешь выиграть суд, ну, практически любая компания, но у тебя идет как бы возврат на твои инвестиции, потому что у тебя есть как бы адвокатские расходы, и есть легальные теории, которые тебе предоставляют большой возврат, а есть легальные теории, которые тебе как бы предлагают маленький. Допустим, если ты, ну, там, условно говоря, будешь судить Google за, допустим, First Amendment, то есть они не дают мне свободу самовыражаться на платформе, да, от того, что я получаю деньги от какой-то индустрии, они меня блокируют. Я могу сказать, что типа по First Amendment, там Source of Income, раса, там, gender, то есть и там еще есть список вещей, по которым я не могу быть дискриминированной, да, то есть я могу сказать, типа дискриминация. Но там будет у меня, к примеру, там, 3x моих месячных затрат с Google, что может быть тоже хорошая сумма, но когда ты сравниваешь ее против суммы, которую ты потратишь, чтобы добиться, да, этого результата, то получается ты в убытке, то есть смысла нет. Самое классное будет, наверное, это доказать, что Google, то есть пойти через антитраст, доказать, что Google – это монополия, и она типа абьюз, то есть она использует свою силу не во благо, а очень однобоко в пользу себя. Допустим, но чтобы это сделать, мне нужно провести очень глубокое исследование рынка, доказать, что на рынке, на котором находится моя компания, Google является монополистом, и понятно, что я могу сказать, что это онлайн, но Google может сказать, что это же не только онлайн, вы можете делать рекламу в газете, вы можете делать рекламу на телевидении, то есть если вы нас использовали как рекламную платформу, то мы будем рассматриваться как рекламе. Ну, и там придется сделать ряд исследований, что тоже очень дорого, то есть и получается, что потом, ну, зато ты можешь получить хороший ретурн, там, допустим, 15 умноженное на твой годовой расход, то есть ты должен выбрать правильную легальную теорию, потом видеть четкий путь выигрыша. Ну, так же ты можешь, допустим, пойти там unfair business practices от антитраста. Ну, и получается, что такие комбинации подбираешь, но опять же, все это стоит денег, и как бы нужно понимать, как это правильно сделать. Это действительно такой интересный опыт, но хотелось бы углубиться вот именно в тот момент, когда ты понимаешь, что компанию уже не спасти. Что ты чувствовал? Как ты выходил из этой ситуации? Ну, это правда очень важно, и у всех специалистов, может быть, не у 100%, но у большей их части иногда происходят какие-то, не знаю, профессиональные упадки, депрессии, и у тебя действительно произошел такой значительный, не знаю, упадок депрессии, наверняка, да, в связи с этой ситуацией. Как ты ее переживал, как ты искал выходы? Возможно, это будет мотивацией для моих подписчиков. В моем случае это тоже не произошло, как там, знаешь, за один день, все-таки, где-то за 8 месяцев, может быть, даже больше, я уже понимал, что, наверное, компанию не спасти, потому что это произошло в течение какого-то более длительного времени, это не было прям вот ударом, шоком, но было как бы грустно, то есть, потому что много сил было потрачено, потому что были инвесторы, потому что был персонал, то есть были люди, которые как бы сами работали, когда, но не хотелось подводить очень сильно людей. Как ты выходила с депрессией? Ну, из упадка? У меня, честно говоря, у меня времени не было на большую депрессию, потому что в Америке очень дорого в силиконовой линии жить, вы знаете, особенно, когда ты уже находишься в таком моменте, когда, типа, как бы, ну, ты же привык к какому-то уровню комфорта и как-то, там, сильно снижать тоже не хочется, и тем более в Америке, когда ты там снимаешь квартиру, у тебя контракт на 12 месяцев, когда ты там берешь, покупаешь, или там в лист берешь машину, у тебя тоже контракт, то есть сделай у тебя контракт. Да, и чтобы из него выйти, тебе нужно заплатить как минимум за месяц вперед. Да, да, ну, я где-то вот полгода, полгода, получается, я жил как бы без доходов, и, честно говоря, я просто это принял как данность, я смирился с этим. В тот момент, когда ты принял, ты, естественно, начал искать путь. Вот что делать? Откуда брать доходы? И как, почему ты пришел, вот почему ты выбрал путь UX, UI дизайнера? Это, ну, настолько нелогично, то есть у тебя уже были какие-то навыки, навыки в маркетинге, в создании продукта, да, и ты мог бы ими воспользоваться, и применить их, пойти в компанию, я уверена, какой-нибудь стартап, или даже хорошая, большая компания могла бы тебя нанять. как ты действовал, как ты строил свою логику? У меня было несколько вариантов, куда, Петти, ты правильно подметила, маркетинг был, то есть, наверное, самым легким вариантом в моем случае, потому что, пока я работал над своим бизнесом, я непосредственно занимался маркетингом, то есть, это был мой главный фокус, и там, ну, очень много разных видов маркетинга, это был директ-респанс-маркетинг, я не знаю, как это точно перевести, то есть, если дословно, то прямой ответ. Да, прямой ответ маркетинга, то есть, это был Google AdWords, Google Shopping, Google Display, видео-маркетинг делали, то есть, соц-маркетинг, email-маркетинг, affiliate-маркетинг, referral, то есть, брендинг, то есть, все это имело место быть, и мне, наверное, было бы, все равно надо было что-то, наверное, добирать, потому что, никогда не было в enterprise-маркетинге, это немножко другое, или я себе пошел бы там в B2B, может, мне надо было немножко себя, но я думаю, что, в принципе, я мог бы с маркетингом совсем быстрее мне удалось сделать этот переход, но мне не хотелось маркетинг, потому что мне хотелось, мне не хотелось быть менеджером, мне не хотелось делать ничего, там, допустим, с продвижением продукта, или там, ну, допустим, продукт-менеджером, там, мне хотелось вот какое-то ремесло освоить, мне хотелось что-то новое выучить, потому что, что происходит в стартапах или вообще в компаниях, ты после какого-то времени, ты, когда ты нашел вот какой-то канал, который можно масштабировать, ты только этим и занимаешься, и иногда просто не хватает даже времени на там саморазвитие, на обучение каких-то новых навыков, мне хотелось какой-то навык себе приобрести, чтобы это было под ремесло, то есть, меня реально интересовало программирование или дизайн, то есть, что-то связанное конкретно с созданием продукта, тем более, я понимал, что, наверное, наемным работником я буду все-таки не так уж прям долго, как бы, я не знаю, как долго, но, может, пару лет, может, три года, я понимал, что я хочу набраться чему-то, я хочу обрести какой-то новый навык, который я потом могу использовать в своих новых каких-то начинаниях. Почему не программирование, потому что, ну, я был знаком с HTML, CSS, но я понимал, что, если я пошел бы в буткемп, допустим, по фронт-энд инжиниринг или там питон, я не был уверен, что я буду как бы нанимаемым со своим уровнем знаний после этого, там вопрос финансовый и вопрос насколько я смогу реально за там короткий промежуток времени стать готовым прийти в какую-то новую компанию, он стоял очень как бы резко на тот момент. И дизайн он прям подходил, я люблю дизайн, мне нравится эстетика вообще разных вещей и поскольку я еще это делал внутри компании очень много, то есть я думал, что дизайн это вот прям не очень много но делал, я думал, что дизайн это то, что скорее всего правильнее всего для моей ситуации. Ты определился с тем, что ты хочешь идти в дизайн и как ты выбрал, как осваивать это ремесло, то есть можно было самостоятельно, можно было, не знаю, курсы, что ты выбрал? Один из моих бывших разработчиков, он пошел в буткемп, по-моему, название того буткемпа было Dev Bootcamp и после этого его пригласил LinkedIn себе, то есть для меня это было таким, как бы, показателем, что в силиконовой долине буткемпы на хорошем счету, то есть они как бы подготавливают достаточно, чтобы потом можно было добирать уже самому, ну, даю тебе хорошую базу. и я сделал небольшой ресерч и как бы наткнулся на General Assembly, по локации он находился близко, в Сан-Франциско, это на тот момент жил в Волон-Крике, там 25 минут от Сан-Франциско, и я решил попробовать, то есть буткемп сам, он как бы, он не дешевый, то есть за 10 недель, я думаю, может быть, это полезная информация, за 10 недель нам придется заплатить около 12 тысяч, но он реально, то есть оно того стоит. Это оффлайн или онлайн? Там есть разные программы, на программу, которую я пошел, это, ну, слово-слово называется Immersive Bootcamp, то есть это Immersive Design Bootcamp, это ты приезжаешь, там, по-моему, 10 часов в день, обучаешься конкретно дизайну, и, ну, конкретно UX дизайну, то есть User Experience дизайну, на визуалку они не так много времени тратят. Ты не знаешь, есть ли там онлайн-часть, которая... Есть, есть, да. Я не знаю, насколько... иногда за таким вопросом, где учатся UX, UI дизайнеры, я знаю несколько человек, которые, собственно, закончили, вот ты хороший пример того, что ты же не имел никакого опыта с визуальным дизайном, правильно? Тогда вопрос такой, насколько тяжело было учиться, не имея, как ты говоришь, они не уделяют особого внимания именно визуальному дизайну, вот насколько было тяжело? Он интенсивный курс, то есть много часов приходится проводить, изучая и разрабатывая проекты, которые тебе там дают. Ну, в плане вот понимания информации, да, то есть как бы объем информации большой, но в плане там понимания и освоения информации я не думаю, что он настолько тяжелый. Давай тогда просто проясним, может быть, смотрят те люди, которые вообще не понимают, чем отличается UI от UX дизайнера. Расскажи вот свои ощущения на этот счет. Давайте начнем с того, что мне кажется, что по крайней мере на моем опыте в основном работодатели не сильно различают эти термины. То есть от тебя ждут и UI, и UX. Если как бы быть строгим с терминологией что такое UI, что такое UI, UI это визуальная часть твоего дизайна. В UI могут входить цвета, шрифты, margins, padding, я не верю это ввести по-русски, то есть расстояние между элементами, там, я не знаю, если вы там используете тени и так далее. То есть насколько я понимаю, это то, насколько приятно визуально видеть и понятно, да, какой-то дизайн. Да, да, это... Какое-то сочетание цветов в том числе и прочее. То есть это ближе к визуальному дизайну? Да, это и есть. Это и есть. Визуальный дизайн. То есть если ты UI, если твой департамент, дизайн-департамент достаточно большой, что они прям разделяют UI, UX и так далее, потому что у тебя может быть там UI, UX, researcher и там человек, который создает прототипы. Есть большая возможность, что ты будешь работать очень часто с брендинг-командой, то есть настроение бренда в визуальной части тебе придется, то есть ты будешь ответственен за это. А что касается UX-дизайнера? Что это? UX это направлено больше на архитектуру элементов в продукте. То есть ты являешься архитектором, ты решаешь, где какой элемент располагается, связь между элементами, связь между страницами, если это мы говорим про софт или веб, тебя меньше заботит визуальная часть, как это будет смотреться, тебя больше беспокоит структура и функциональность продукта. То есть ты должен быть на стороне пользователя? Да, ты должен работать постоянно с пользователем, получать обратную связь от пользователя и интерпретировать эту обратную связь. Это может быть связь в виде количественного или качественного фидбэка, то есть ты можешь собирать обратную связь через интервью, или там через какие-то сервейс, то есть вопросники, которые ты отправляешь и опять же эти вопросники ты тоже структуруешь по-разному. Ты можешь попросить пользователя объяснить что-то своими словами, чтобы получить какие-то новые инсайты и там у тебя может быть какая-то часть, где ты уже приопределяешь ответы, потому что ты там АБ или ВД, что потом ты можешь перевести в какой-то количественный анализ и интерпретировать уже с количественной точки зрения. Когда мы разобрались с этими двумя понятиями, я надеюсь, что может быть кто-то действительно не совсем понимал, но хотелось бы тогда вернуться назад, вот ты выпустился из General Assembly, как она, Академия или что это, в общем, с этой школы, и ты должен был искать работу. Как происходили поиски работы? Как у всех, то есть через LinkedIn, через Monster, ну, опять же, я повезу, потому что меня пригласила к себе работать компания, продукт, который я использовал внутри своей компании четыре с чем-то лет. Они меня пригласили и пригласили меня заниматься в дизайн сфере практически тем же, чем я занимался в своей компании. Я сейчас в департаменте Marketplace, это веб-сайты, где Magento продает плагины, темплиты для своих клиентов. Ну, я просто поясню для своих подписчиков, что ты сначала работал в компании Magento, потом Adobe ее купил, и сейчас ты работаешь в Adobe, правильно? Давай тогда поговорим о том, как устроен ну, допустим, твой рабочий день в компании Adobe. Зависит от проекта. Я могу рассказать просто про дизайн процесса, который у нас происходит. Приходят бизнес-задачи, ты анализируешь бизнес-задачи, пытаешься их понять, если возникают вопросы, опять же, лучше адресовать все вопросы на самом, то, что касается бизнеса на начальном этапе, потом, когда ты понимаешь бизнес-задачи, ты начинаешь определять, кто есть пользователь и пытаешься понять пользователя. Потому что каждое решение, особенно в больших компаниях, у тебя бывают новые проекты возникают, которые прям с нуля, но очень часто это уже продолжение или итерация какого-то существующего продукта, и ты пытаешься понять, какие сложности у пользователя возникали и возникают с текущим, то есть с предыдущей версии продукта до релиза нового. Ты пытаешься понять, как интегрировать новые бизнес-задачи в текущие решения, и одновременно ты хочешь решить проблемы текущего решения и новые бизнес-задачи тоже интегрировать так, чтобы в первую очередь это то есть ты обеспокоен пользователем больше, чем бизнесом, как дизайнер. Ты должен быть на стороне пользователя практически всегда. И причина, и почему так, потому что на стороне бизнеса уже по дефолту, то есть априори будет очень много человек в компании, поэтому ты как адвокат пользователя должен где-то предупредить бизнес о том, что допустим есть бизнес-задачи, но потому что очень часто люди, которые приносят тебе бизнес-задачи, у них уже есть решение в голове. И тебе очень часто приходится аргументировать, почему это решение является неверным или не самым лучшим с точки зрения пользователя. Когда ты понял бизнес, понял пользователя, опять же, понимание пользователя происходит через интервью, через рассмотрение аналитики, много способов, как ты можешь понимать юзера, потом ты начинаешь интерпретировать то, что ты накопал от юзера и начинаешь уже приходить, то есть ты вначале понимаешь проблему, которую ты хочешь решить для юзера с интеграцией бизнес-решений. Когда ты понял проблему, ты уже начинаешь потихоньку двигаться в сторону решения. опять же, как находить решение, как лучше прийти сразу, когда начинаешь работать над решением, лучше не останавливаться на одном, а просматривать как можно больше решений, то есть быть открытым к разным решениям, создавать какие-то low-fidelity прототипы, тестировать их внутренне или с какими-то пользователями, с которыми у тебя хорошие отношения, и так потихоньку, потихоньку сокращать количество решений, пока ты не придешь к одному, или может ты прийти не к одному, потом просто через там A-B-тестинг отфильтровать их на каком-то проценте своих пользователей. Но смысл в том, что ты через тестирование, итерацию, ты приходишь к какому-то самому оптимальному решению. Идеально, если его никогда не будет, потому что ты будешь постоянно менять, ты постоянно будешь делать какие-то ответвления, какие-то новые ветки находить, тестировать их на каком-то проценте юзеров, и потом их интегрировать на большее количество юзеров. Ну, вот мы посмотрели на процессы и методы, а какие инструменты ты используешь в своей работе? Ну, в Magento мы использовали много разных аналитических инструментов, в плане дизайна или в плане аналитики? В плане дизайна в Magento я использовал скетч и InVision. Сейчас понятно, что я перехожу на NSD, это продукт Adobe, и то же самое с аналитикой. Для каких-то простых решений мы использовали если брать про аналитику, там Google Analytics тебе предоставляет много хороших инсайтов, в плане какие устройства, откуда пользователь, ты можешь даже какой-то флоу юзеров видеть. Но если мы говорим про какую-то большую картину, где у тебя несколько домейнов и сложное флоу, то, конечно, Google Analytics не предоставляет информацию, мы использовали HIP, мы использовали HADJAR, ну, и там еще несколько других. Magento приобрела такую компанию, как RG Metrics, и сейчас пользователи Magento могут пользоваться RG Metrics через уже Magento, называется Magento Business Intelligence, то есть мы использовали свой внутренний продукт внутри тоже, кстати, очень хороший стабильный продукт, но сейчас также мы используем решения Adobe, потому что Adobe очень серьезно относится к данным, и они не хотят использовать никакие третьи решения, то есть нам пришлось отказаться от много аналитических решений, которые мы использовали до этого в пользу продуктов Adobe. Есть такое понятие дизайн-мышления, что это? дизайн-мышления это процесс, исходящий от user-centered design, human-centered design, то есть это когда ты исходишь в разработке любого решения, опять же, я сказал, продукты или там чего-то от пользователя, то есть пользователь стоит, или там человек стоит у тебя в центре этого, не бизнес-задачи, не технологии, а именно кто будет пользоваться в конечном итоге этого продукта, и ты исходишь уже от этого. И вот есть пятишаговый такой как бы фреймворк для этого, это empathize, define, ideate, prototype и test, чисто переведу, то есть empathize это эпонировать юзеру, опять же, это понимать пользователя, понимать, что его тревожит, есть ли проблема у пользователя, которую ты там захотел решить. И когда ты понял пользователя, понимание пользователя это происходит в плане собирания информации от пользователя разными методами, но ты собираешь как можно больше информации, чтобы потом эту информацию понять и уже как-то сортировать. И потом ты проходишь в стадию define, что обозначает определить, то есть ты определяешь проблему, то есть интерпретацию данных, которые ты собрал. Потом после интерпретации ты начинаешь уже придумывать решение, и потом ты делаешь прототип и тестируешь. И потом это тестирование, ты опять протестировал, собрал информацию, там получил фидбэк, сделал какую-то итерацию и опять делаешь прототип, и опять выкатываешь, собираешь, это такой бесконечной итерации. Дизайн решение на самом деле касается не только дизайнеров, это методология для любой сферы, где ты занимаешься разработкой продукта. То есть для бизнес, для дизайнеров. Еще одно понятие у меня есть в закашнике, которую я хотела бы понять. В общем, прогуглите. Да, самое верное. Смотри, есть такое, опять же, понятие минимальный жизнеспособный продукт. Что это такое с точки зрения именно UX-дизайнера? MVP, если я не ошибаюсь, вообще этот термин вышел из книги Lean Startup, которую, если я не ошибаюсь, написал Эрик Рис. Смысл Lean Startup это протестировать свой тезис, мы возьмем как бы большой big picture, то есть это протестировать свой тезис с минимальным затратом времени и ресурсов. И там есть интересная инфографика, когда он предоставляет несколько как бы стадий развития продукта, он так показывает вначале это скейт, потом скутер, потом велосипед, потом мотоцикл и потом машина. Как бы то есть ты не сразу строишь машину, а ты начинаешь со скейта. Опять же я могу привести другой пример такой более для веб-программистов может быть это более будет оптимальный. допустим если фейсбук это как бы продукт законченный, то там если мы разделим фейсбук на несколько частей, то есть это будет мессенджер, это будет фид и это будет профайл, да, то там допустим MVP это могут быть там мессенджер. Понятно, что фейсбук это больше, чем мессенджер, фид и профайл, но если мы вот именно корень фейсбука, потому что там понятно, что там можно переправлять деньги через фейсбук, ты можешь создавать группы. Переправлять деньги пока можно только в Америке, в Европе нет такого. Ну в общем, у фейсбука очень много продуктов. Допустим MVP это будет там мессенджер, в котором ты не можешь отправлять ни файла, ничего, но ты можешь отправлять текст там и картинку допустим или фид. Опять же цель MVP это чтобы протестировать свой тезис минимальным образом и проверить прав ты или нет. Потому что чем быстрее и дешевле ты проверяешь свои какие-то тезисы, тем больше тезисов ты можешь наверное выкатить и тем быстрее ты можешь куда-то попасть. У меня наверное такого чувства гордости честно говоря никогда не возникало. Ну потому что не было причин для этого. Были ли проекты, которые ты вообще провалил? Ну вот свою компанию я провалил как конкретно. Почему ты поступил в Гарвард? Я не уверен что это хорошая идея говорить на камеру но у нас такой откровенный разговор и кто-то может конечно сказать что уже поздновато туда нырять. Мне кажется что если не ставить себе границ то их может и не существует. что-то что-то не это не что-то